Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. С 12 по 25 января в Сочи проходил 35-й международный фестиваль команд КВН «Кивин-2024», который собрал более 500 команд. Самые веселые и находчивые ребята попытали удачу в юморе, чтобы попасть в разные лиги КВН. Команда КВН в очередной раз доказывает, что Самарская область занимает одну из лидирующих позиций в Международном союзе КВН. Говорим сегодня о новостях в мире КВН с моими гостями в студии. Владислав Газиев, капитан команды КВН «Волга», Самарский государственный социально-педагогический университет и Максим Елисеев, участник команды КВН «Клевер». Здравствуйте! – Здравствуйте! – Здравствуйте! – Ну что же, я надеюсь, что наш эфир получится так же веселым и находчивым, собственно, как и КВН. Ну, давайте поговорим. Вы знаете, прежде чем мы к событиям перейдем, о которых будем сегодня говорить, первый, наверное, вопрос, но он и очевидный для нашего разговора. Влад, как попал в КВН? – Ну, это, наверное, обычная банальная история. Я поступил в университет, и меня старшая команда позвала им помочь, помочь еще за кулисами на их первой игре. Я, как сейчас помню, это был полуфинал Самарской лиги. Мне нужно было что-то помочь им по реквизиту, какие-то там, что ли, свечи подать, то ли еще что-то. Вот. И после этого, как бы, меня уже потом позвали на сцену. То есть вот как-то примерно так… – То есть начал за кулисах, а потом оказался уже непосредственно на сцене. Участником свой первый выход на сцену, свое первое участие в КВН, вот помнишь, запомнилось, наверное, да, на всю жизнь? – Ну, да, это дрожащие коленки, это мокрые ладошки и боязнь, в принципе, зал, который, да, сидит. – Да-да-да, потому что ты боишься, тебе доверие такое, да, ты держишь микрофон. А я, как бы, всю жизнь занимался спортом и никогда не думал, что я буду вообще там выступать на сцене. Хотя, как бы, где-то в мечтах у меня там было, да, вот это, но что это произойдет, я не думал об этом. Вот, поэтому, конечно, это было очень волнительно. Вот, и, как бы, был такой смешной момент, что у нас была миниатюра, где я играл полицейского. Вот, и миниатюра закончилась, и все, команда должна была выходить уже, как бы, ну, на поклон, да, на финальную речь. И я в этом костюме полицейского вышел. Вот, а это, как бы, не принято. – Хотя нужно было уже переодеться, да. – Да, хотя нужно было снять, да, это не принято. Потом, как бы, куратор команды сказал, что так не нужно. Да. Ну что ж, Максим, расскажи о своем пути в КВН. Как давно ты выступаешь, расскажи о своей команде, и в чем ее, может быть, неповторимый стиль? – В КВН я пришел, когда поступил в Самарский педагогический университет, это было в 2021 году. У нас был Астфест, это подготовка к студенческой весне, к студенческому дебюту. Тоже у нас была старшая команда. Вот, они сказали, хотите играть в КВН? Да, давайте, и мы хотим. Создали команду, они нас научили писать. И вот так потихоньку начался мой путь в КВН. Потом меня позвали в команду КВН «Клевер», то есть я не с самого начала пришел в эту команду. Они позвали меня на полуфинал Международной лиги. Сразу, то есть уже, так сказать, в высокую лигу. – Да. – Вот. Мы прошли в финал Международной лиги, потом поехали в Сочи, но об этом скажу я уже потом. И вот интересный был вопрос, вы задали первое выступление. Правильно Влад сказал, что это дрожащие колени. Для меня это был дрожащий голос. – Так, полууборочное состояние наверняка, да? – Да, когда ты стоишь за сценой, и тебе вот-вот выходить, чуть-чуть темнеет в глазах, и потом, оп, всплеск эмоций, и ты идешь, и, как говорят сейчас, молодые ребята кайфуют на сцене. – Да. Ну, отлично. Вот все-таки КВН – это настоящая школа жизни. А вот чему вы в ней уже научились, Влад? – Ну, да, это верно, что это школа жизни. Но, наверное, не бояться выходить из зоны комфорта. И ты понимаешь, в КВН, если ты не будешь выходить из зоны комфорта, не будешь стараться развиваться в том, в чем ты, возможно, раньше вообще не делал, да, то ты не вырастишь как личность, да, у тебя не получится достигнуть каких-то целей, может быть, у тебя была какая-то мечта, и, как бы, ты выходишь из зоны комфорта, начинаешь в этом развиваться, и твоя мечта перерастает в цели, ты ее достигаешь. Как бы, да, это определенная школа жизни, это социальный лифт. Благодаря КВН ты можешь, как бы, стать, как бы, профессионалом в любом деле, да? Ты можешь стать актером, если у тебя не получается писать шутки, ты можешь стать сценаристом, если у тебя не получается играть, ты можешь стать звукооператором, если ты вообще, в принципе, на сцене, да? Да ты можешь стать ведущим, потому что, ну, это действительно такая, да, публичная профессия. Вот, поэтому КВН, он открыт для всех абсолютно, и не нужно думать, что это только те люди, которые стоят на сцене, и за кулиси очень много работы, и, как бы, мы всегда стараемся говорить, и всегда считаем то, что у нашей команды не только шесть человек, на которые на сцене говорят слова, а, в принципе, все помогает. Ну, конечно, это большая команда, да, которая, ну, обычно, да, не видна зрителям, да, но действительно вы делаете очень большую работу. Давайте перейдем к международному фестивалю КВН КВН 2024. Команда приглашена во участие в премьер-лиге Международного союза КВН. Давайте об этом. Давайте я начну, как у вас скажут. Для меня это был первый фестиваль в Сочи, то есть я поехал первый раз. В Сочи летом это уже... Как вообще вы туда попали? Давайте вот с предыстории начнем. Это ежегодно проходит фестиваль команды, могут принять все, абсолютно, команды. Абсолютно любую, то есть подаете заявку. Да, 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 все верно. Вот, мы сделали то же самое. Для команды это был, получается, третий фестиваль, для меня это был первый. Мы приехали, мы все жили в одном большом отеле «Жемчужина», она называется. Там проходит абсолютно все, там спят, едят, выступают, репетируют. Такая большая тусовка КВН, да? И все это более 530 команд было. Представляете, это очень много. И ты ходишь, здороваешь со всеми, а вот ты их по телевизору там вчера видел условно. И это незабываемый опыт, который принес для нашей команды. Мы еще выступали на Кубке чемпионов, мы выступали. И в жюри сидел Александр Александрович Масляков, Галыгин, Хрусталев. То есть это такие звезды. В моем детстве я их смотрел по телевизору и думал, что я никогда их не увижу. И вот они, вот передо мной смеяться над шутками, это, конечно, вау. Да, впечатления потрясающие. Поделитесь своими, Влад. Ну, для меня этот сочинский фестиваль был четвертый. Так. И как бы у нашей команды большая история, на самом деле. И очень большой тернистый путь. В 22-м году мы... Команда «Волга». Да, команда «Волга», да. Изначально наша команда называлась сборная спортфака. То есть, да, мы представляли спортивный факультет. И так получилось то, что, ну, мы не очень удачно выступали на сочинском фестивале. И не получалось, как бы, да, ехать в какие-то высокие лиги. И в 22-м году, если я не ошибаюсь сейчас, да, по-моему, не ошибаюсь. В 22-м году мы собрались... То есть, за тот год, получается, да? Да, мы собрались и... Или 21-й, наверное, 21-й, да. Нет, 22-й. Мы собрались поехать, последний раз выступить на фестивале. И все, как бы, завершается КВН. Но так получилось то, что мы выступили удачно, получили повышенный рейтинг. Это означает, что команда может уже ехать в центральную лигу, то есть лигу выше. Вот, кстати, да, этот фестиваль, это путевка куда? Это в жизни. Путевка, да. Путевка, да. Ну, в жизни, разумеется. Ну, команда может получить повышенный рейтинг, это значит, команда может принимать участие в центральных лигах, которых не так много, да. Это центральные лиги, те лиги, которые готовят команды к телевизионным лигам уже. И можно попасть во второй тур, и по результатам второго тура попасть уже, соответственно, в телевизионные лиги, такая как премьер-лига, да. Вот. И мы получили повышенный рейтинг в 22-м году, поехали в центральную лигу по Волжье, там отыграли. После этого на следующий год получили второй тур, попали в международную лигу. В прошлом году мы стали вице-чемпионом международной лиги. И вот в этом году на фестивале мы попали во второй тур, показались, и нас взяли в премьер-лигу. Как выступили в этом году? Ну, получается, удачно, да, в первую очередь удачно. Это была эйфория, потому что за все время команды это было самое удачное выступление. Рассмешить сочинский зал очень тяжело, потому что там сидят только коверники. На шутке избалованная публика, да? Там сидят только коверники, которые, ну, многие могут там сидеть и говорить, ну, давайте, сейчас мы знаем, что вы покажете. Говоря коверниским языком, термином, мы сейчас будем пробивать ваши шутки, да? Вот, поэтому это очень тяжело, и когда ты, у тебя получился рассмешить... А шуточки-то из Самары подвезли, да, все-таки? Да, 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 да. А мы вот что-то подготовили. Вот, поэтому, когда ты смешишь коверниский зал, у тебя, ну, какое-то удовлетворение, и когда ты, овация в конце, все, ты понимаешь то, что это то, к чему многие КВНщики стремятся годами. Ну, а ваша команда «Клевер» также не ударила в грязь лицом, выступили достойно? Наша команда вообще не ударила грязь в лицом. У нас еще необычная концепция команды. У нас парень с палкой на сцене. Уже смешно. Уже смешно. Парень с палкой. Потом фраза из-за кулис «Петь мы готовы», и выходит пять человек. И получается, мы все студенты, одногруппники Пети, мы ему по КВНскому даем заходы, он добивает, получается шутка, зал смеется, и очень все круто мы выступили. Зал сильно смеялся над каждой шуткой. Редактора, которые сидели внизу, это первый раз я услышал настолько такой сильный смех в зале, причем перед всеми КВНщиками, а это, как сказал Влад, очень хорошо. Ну, конечно, дорогого стоит. А увидим ли мы ваше выступление в телевизионном эфире? Ну, если же вдруг что-то произойдет, и «Премьер-лигу» будут транслировать на телевидении, то, конечно, да. А так, наши игры можно увидеть прошлого сезона. Это и «Волга», и «Клевер», и «Международная лига», она транслировалась, поэтому можно в интернете. В «Кутубе», да. Да, ну и, наверное, в интернете, да? В интернете можно найти, конечно. Есть свои страницы, наверняка, в соцсетях. То есть совершенно спокойно. На улице пока не узнают, нет? Пока нет, пока нет. Ну, идем к этому, идем к этому. Идем к этому. А дальше какие планы у вас вот в плане команд КВН? Кстати, учебе не наносится урон, да? Не страдает учебный процесс? Да, ну, понимаете, приходится успевать все, приходится успевать все и учиться. Я как-то, я играл в КВН, начал играть со второго курса, получил диплом. Сейчас я учусь на магистратуре. Поэтому все можно успевать, да, все мы все прекрасно понимаем. И, слава богу, преподаватели идут навстречу и понимают, что ты занимаешься делом, которое тебе очень нравится. Ребят, коротко, планы на будущее. Что бы хотели все пожелать? На ближайшее будущее. Но это, конечно же, финал премьер-лиги. То же самое. Ну, нужно стремиться всегда к большему, я считаю, там как получится. Еще хочется сказать, что да, мы хотим до финала премьер-лиги. В этом же нам, конечно же, и Волге, и всем командам, кто попал в премьер-лигу, поможет правительство Самарской области и администрация города Самары. И, я думаю, с их поддержкой там ректор поможет. И в учебе все преуспевается. Я думаю, все получится у нас. Ну что ж, спасибо вам большое за участие. Я продолжу эфир далее с вашими коллегами. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну а я продолжаю свой разговор с Леонидом Копичаем, креативным продюсером и руководителем проекта в движении Самарский КВН и Галина Тутынина, участник команды КВН, сборная Самарского политеха. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, да, продолжаем разговор. Леонид, наверное, первый вопрос к вам. Вот как мы сейчас с вами до эфира вспомнили и выяснили, что, оказывается, мы с вами знакомы. Вы еще приходили в студию, будучи участником команды КВН «СОК Самара». Расскажите, вы сейчас возглавляете движение Самарский КВН. Что это за движение? Почему возглавляете? Как работаете? Ну, в общем, расскажите нам такие секретики свои. Секретиков на самом деле немного, но о движении, конечно, с удовольствием расскажу. Я руководитель проекта «Вда и креативный продюсер», руководитель движения у нас Сергей Ларионов, заслуженный работник культуры Самарской области. Это наш флагман, который это движение продвигает вперед. Мы, эти полевые игроки, которые это движение реализуем. Движение сейчас у нас большое. У нас в Самарской области существует КВН для всех. Начиная со школы, заканчивая, да и не заканчивая, собственно, никогда можно играть в КВН. Есть четыре дивизиона системы юниор-лиг КВН по области. В Самаре, в Тольятти, в Отрадном везде играют дети. Ну, то есть Самара КВН любит? Очень. Да. Есть лига для колледжей, есть студенческая лига, есть лига для трудовой молодежи. Все это в одном нашем большом движении. Системно работает и позволяет нам добиваться высоких результатов, потому что есть системность. И вот ребята, которые начинали когда-то в юниорке, сейчас они продолжали свой путь в студенчестве, сейчас сами абсолютно самостоятельно, своими силами добились результата и будут представлять наш регион в премьер-лиге КВН. Вот как раз к этому и перейдем. Галин, вопрос к вам. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что как появился КВН в вашей жизни? В моей жизни КВН появился еще в школе, причем совершенно случайно. То есть классная руководительница нам позвонила с ребятами, нашла активных ребят и предложила поиграть в КВН. Собственно, что такое КВН, какие команды существуют, мы не знали, просто сказали, сделали и потом уже задянуло. Ну и сейчас как раз принимали участие в Сочи, да? Кевин-2024, не могу не спросить о ваших впечатлениях, ну и, собственно, как выступили и теперь дальше-то что? Для моей команды это был уже четвертый сочинский фестиваль, то есть мы все знали, надеюсь, все умели, судя по результатам. На сочинском фестивале было очень интересно, там было большое количество мастер-классов различных, школ КВН, школ лидеров. Да, вот это, кстати, не просто выступление, да? Да, то есть поездка в Сочи заключается не только в выступлении команды, но и различных активностях, а также для меня, наверное, самое главное на сочинском фестивале – это возможность пообщаться с опытными, так скажем, матерными уже людьми, наставниками, продюсерами, например. Ну, все было супер. Да? А какие дальнейшие планы, то есть шагаем-то куда дальше? Мы шагаем всегда вперед. Так. То есть после Сочи мы узнали, что мы попали в премьер-лигу КВН, это вторая по статусу после высшей лиги, ну и остается высшая лига. Ну вот, кстати, Леонид, а что дает вот этот новый статус? У нас, да, у нас с этого года, помимо достижения того, что на сочинский фестиваль от Самарской области поехало 25 команд. Потрясающе. В этом году вообще фестиваль заиграл новыми красками, побил все рекорды, было около 600 команд участников со всей страны и ближнего зарубежья, 25 из Самары. И приятно, что у нас была самая многочисленная делегация. Да, из Самарского региона, да? Да, то есть никто нас не переплюнул, даже Москва нас не переплюнул. И, ну, соответствующий результат, да, 5 команд в премьер-лиге, в лигу городов, это в совместный проект АМИКа и ТНТ попала команда. Ну и еще много команд, кто получили хороший статус, который позволяет им поехать в Централки. Вот как раз к слову о Централках, это такое сленговое название Центральной лиги Международного союза КВН. Вообще у нас в стране существует 92, по-моему, официальных лиги КВН. И всего лишь 10 имеют статус Центральной лиги. И вот в этом году наши лиги официальные Самары присвоили статус Центральная. Это большое достижение, потому что эти лиги уже занимаются тем, что готовят команды к телевизионным лигам, то есть к высшим лигам нашего сообщества КВН. Это огромное доверие со стороны ТТО Объединения АМИК, лично от Мысляковых, от всей семьи. Это для нас очень приятно. Поэтому в этом году в новом статусе начнет свое новое существование Лига Центральная Самара, и мы примем уже команды со всей страны у нас на территории Самарской области. То есть это будет означать, что у нас в Самаре также будут проходить игры КВН, куда будут приезжать из различных регионов России уже к нам в Самару, и уже Самарская Лига КВН будет принимать? Да, это... Организатором будете выступать на эту сурсию, действительно, да, такая почетная миссия. На данный момент у нас 80 заявок на фестиваль со всех городов. Калининград, Ялта, Сочи, Уфа, отовсюду, Пермь, со всей России. Но, к сожалению, на фестиваль попадет только 35 команд, будет очень жестокий отбор, а в сезон мы возьмем только 25. Вы опытный КВНщик. Скажите, вот та планка высокая, которая была дана в Сочинском фестивале, и вы сказали, что из 25 команд прошло 5, то есть это действительно был уровень? Это большой уровень. Сочинский фестиваль проходит в несколько этапов. Есть первый тур, так называемый, где все заявленные команды имеют право выйти на сцену и показать свое выступление. И уже редакторы на основании этого первого тура отбирают, если я не ошибаюсь, 80 или 100 команд во второй тур. Около 80 из 600 попадают во второй тур. Эти команды уже могут претендовать на какие-то хорошие лиги, на повышенные статусы. И из 25 команд 9 попали во второй тур из Самары. 5 попали в премьер-лигу. Ну, это очень хороший результат. Очень хороший. Ну, действительно. А скажите, пожалуйста, Гален, кто вас поддерживает? Кто вам пишет шутки? Расскажите вообще, как вы готовитесь и к фестивалям, и к выступлениям? Ну, и, собственно, для вас это действительно ответственная миссия? Наверное, из-за того, что мы начали играть еще со школы, то есть движение Самарской КВН помогло нам пройти все ступени развития настоящего КВНщика. Мы в основном пишем шутки сами, делаем реквизит сами. То есть мы... Для нас это командная работа, и в командной работе важен каждый. Ну, а фактуру где берете? Вот порой смотришь выступление не в обиду вашим коллегам, будет сказано, ну, ну, просто вот анекдоты, я не знаю, инсценируют, и все, думаешь, да господи, ну, ну, уже избитая шутка, ну, слышали ее уже 150 тысяч миллионов раз. Вот как придумать такую шутку, фишку, что вот действительно было попадание 100%, что, а, она нигде там не была услышана, и, б, она будет понята поколениями разными? На самом деле КВНщики — это очень умные люди, это люди, которые очень много читают, это люди, которые очень много смотрят, и в процессе игры в КВН ты начинаешь наблюдать за теми вещами, которые в обычной жизни, может быть, ты бы и не заметил. Ну, и плюс смотришь очень много КВНа, и, соответственно, знаешь, какие шутки уже были, какие шутки социальные могут быть. Какая команда для вас, пример для подражания, может быть, кумир для вашей команды? Для нашей команды СОК. Пересматриваете, да? Даже пересматриваете, наверное? Ну, в процессе… Наступление команды. Да, мы пересматриваем, конечно, мы пересматриваем. Команда КВН-СОК — это абсолютный чемпион КВН, поэтому как именно путь КВНщика для нас — это идеал. Вот, кстати, как сложилась судьба команды КВН-СОК «Самара». Где сейчас ребята, чем занимаются? Здесь. Всем занимаются, да. Леонид здесь. Я и Сергей Николаевич, мы развиваем КВН здесь у нас на территории Самарской области. Также Валерия Матковская — это наш администратор, наш реквизитор, душа нашей команды тоже с нами. Дмитрий Колчин у нас актер и в том числе автор. Ну, сейчас его больше актерская деятельность заняла. Но, тем не менее, в Лиге Самара… Он будет руководителем редакторской группы, будет наставлять наши команды. Да, молодое поколение. Да, истинный. Много ребят занимаются авторской работой, пишут различные проекты на Россию, на ТНТ, на все развлекательные передачи в нашей стране пишут КВНщики. Да. И в том числе очень много пишут самарские КВНщики. Ну, и СОК, естественно, не исключение. Сейчас один наш сокомандник создал большую авторскую группу, которая, конечно, включает и молодых самарских КВНщиков. Они уже давно работают на различные сериалы. Вы уже могли слушать и цитировать шутки наших ребят. Ну, вот давайте поговорим о событии фестиваля, открытие которого состоится в городе 7 марта. Расскажите, вот как раз проанонсируйте, что это будет. Это будет грандиозное открытие фестиваля. На самом деле перед нами стоит огромная задача и ответственность, потому что впервые в Самару приедут КВНщики с разных-разных-разных городов, и это будет активная творческая молодежь со всей нашей страны, и нам очень важно показать гостеприимство нашего города, все его красоты. Этим всем мы занимаемся совместно с нашими всеми самарскими КВНщиками, уже готовим туристические маршруты, прокладываем, предлагаем ребятам большие информационные справки о нашем городе, фильмы, все это отсылаем, чтобы ребята пропитывались духом. Естественно, здесь, как я уже сказал ранее, из 80 заявок мы увидим только 35, соответственно, понимаем, что это будет большая конкуренция, а значит, очень качественный продукт. И эти 35 команд получат возможность только лишь 7 марта выступить на сцене звезды перед зрительным залом. Ну вот, кстати, да, кто будет сидеть в жюри, кто будет оценивать и отбирать команда? Мы решили не придумывать велосипед. Так. Да, раз уж у нас столица абсолютного чемпиона КВН, то в жюри сядет команда КВН-СОК. Да, именно фестиваль в таком составе мы проведем, а дальше, конечно, мы будем приглашать различных медийных личностей, в том числе из КВН, из медиасреды, ну и наших самарских жителей, как мы любим всегда с разных сфер, отличившихся в разных сферах, и спортсменов, и политиков, мы всегда всех приглашаем, чтобы сформировать именно разное мнение. Что такое жюри КВН? Это 5 субъективных мнений. И мы всегда пытаемся, чтобы эти 5 человек были из разных сфер, чтобы максимально справедливо оценить творчество ребят. Ну, отлично. Время подходит к концу. Хочу предоставить, ну, такое, может быть, небольшое заключительное слово. Галин, что бы хотели пожелать себе, своей команде, ну и как видите вы свое будущее в КВН? Себе и своей команде я хочу пожелать, конечно же, побед, конечно же, упорного труда, без него никуда, и у нас у каждого в команде разные цели. Кто-то хочет стать автором, кто-то хочет стать актером, кто-то хочет стать каким-то медийным продюсером, например, креативным. Поэтому я желаю, чтобы у каждого из нас все получилось, и у всех КВНщиков, которые стремятся к чему-то, тоже обязательно всегда все получалось. Ну что ж, Леонид, и вам хочу предоставить заключительное слово вопрос. Вот очень часто этот вопрос звучит в разминке, и я его задам вам тоже. Говорят, КВН уже не тот. Совершенно верно. Они абсолютно правильно говорят, КВН не тот, он всегда будет не тот. В этом сила КВН, он всегда меняется, всегда развивается, всегда идет в ногу со временем, поэтому он не может быть тот. Если бы он был тот, он бы просуществовал, ну, может быть, 10 лет, а не 60 с лишним. Поэтому КВН не тот, он всегда будет таким, поэтому приходите к нам на игры. Для этого мы, кстати, в этом году запускаем еще одну важную, на наш взгляд, вещь, это бронирование онлайн-билетов на игры КВН. Билеты у нас бесплатные всегда, и такими и останутся. Но, тем не менее, раньше их можно было получить либо в правкомах вузов, учебных заведений, либо в профсоюзных организациях, либо обращаясь к нам в офис непосредственно. Сейчас мы упростили задачу, на сайте появится специальная кнопочка, и вы можете забронировать билет на любую игру КВН в Самаре, и приходите к нам. Ну, а я, наверное, свой билет забронирую сейчас после эфира с вами. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе, удачи, конечно, успехов в вашем, кстати, нелегком труде, ну и всегда благодарного зрителя. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, 7 марта. Встретимся на фестивале «Взвезде». Спасибо большое, всего хорошего, до свидания.